Где баланс между контролем и административным давлением на малый бизнес? Разбирались в четверг на совещании в областной прокуратуре. На сегодняшний день существует 7 надзорных ведомств, с которыми периодически приходится сталкиваться каждому российскому предпринимателю. На федеральные органы власти, включенные в индекс, это Роспотребнадзор, Роспсихнадзор, Россельхознадзор, Росприроднадзор, МЧС, жилищные инспекции, приходится более 90% контрольных и надзорных мероприятий на территории России. Существует такое понятие – индекс административное давление. Он основан на нескольких критериях – доле предупреждений о ненаказании от общего количества проверок, доле предприятий, подвергнутых проверкам и размерах штрафов, наложенных без проведения проверок. Поэтому показатели Иваново находятся в лучшем положении, чем многие другие регионы. Ивановская область в 2018 году по индексу административного давления заняла, если так можно сказать, восьмое место. То есть это, я считаю, очень хороший показатель из 81 субъекта. Прошу прощения, девятое место. И поэтому нас, так скажем, отметили. Но даже с учетом позитивных аналитических данных существует немало проблем. В частности, одновременно с тем, что плановых проверок становится меньше, растет число внеплановых. А штрафы, установленные за те или иные нарушения в Иванове и, скажем, в Москве, одинаковые, но имеют совершенно иной вес. Кроме того, в 2019-м риска съехать региону в рейтинге административного давления добавили некоторые законодательные новеллы. Это обязательная маркировка текстильной и швейной продукции, которая с 1 декабря у нас вступает в законную силу, федеральным законом установлена. Ранее такого требования не было. Соответственно, штрафы мы видим, что там установлены тоже отличные 200 тысяч рублей, 300 тысяч рублей за нарушение по маркировкам. И это, в общем, очередная новая угроза, которую предпринимателям сегодня предстоит преодолевать. В 2019-м в областном центре появился еще один повод строго спросить с представителей бизнеса – 11-й ОЗ. Который, к сожалению, увеличил штрафы в разы или в десятки раз. И тоже там штрафы до 800 тысяч рублей на предпринимателей за не вовремя покрашенные фасады, за несоответствие вывески, за неубранную территорию. И предприниматели говорят, что возникают такие коллизии, что он, условно говоря, ночью кто-то граффити нанес на фасад, а с утра уже стоит муниципальный надзор, который составляет акты о нарушении муниципального законодательства. Безэффективные и прозрачные системы взаимоотношений власти и бизнеса ни о каком росте экономики в регионе речи идти не может. Потому важно контролировать не только предпринимателей, но и контролирующие органы. Тогда и давление уменьшится.